Добрый вечер! 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 Ладно, вчера это уже видели, опять же Не помню, кто на это показывал И работало это очень сильно Я думаю, что Можно попробовать, тем более Зевс Часто в мид ходит и чувствует себя неплохо Давайте, не разочаруйте Инвокер все-таки, ну, хотелось Увидеть Девса Под Скаймага, но здесь Скаймаг больше Под Бестмастера получается Минус Вен, избавляются Хороший бан, кстати А кого еще туда, смотри Свен, Бонник, Алхимик Хаос Найт в бане Вообще Керри дофига еще Да, тут выбор Сларки, Герокоптеры Герокоптер, кстати, хорош, по-моему, против Хотя Урса, вот блин, ебэкайте чем-то Может, какого-то Вайпера Керри взять И Дума, и Урсу Слабоват будет Вайпер То есть до какого-то момента Он будет давить, его трудно пробить И так далее, но когда Уден нужный айтемы наберет Не дай бог, Дум соберет Аганим И Вайпер станет изи-таргетом Поэтому лучше что-то поинтереснее Смотри, здесь есть контроля пока только Каски и Дум Больше ничего нет Никаких станов, баши и там Слипов и прочего Поэтому и Сларк круто смотрится И гиролед Потому что он 100% собирает Блэкинг Бар Единственная проблема будет с Думом попадаться А кайтить за счет кабанчиков можно будет Висмастер же есть Можно как-то Урсу замедлять Ладно, Дизраптор появится или нет? Мне нравится эти Дизраптор под Урсу А мне нет Закрываешь Ну хотя тоже неплохо Либо что-то жадное А ну Висп 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 может Но и они даже могут пойти Дабл Мид Урса Висп А УД поставить в качестве керри Минута 20 Призадумался, лил А кого еще можно по Дурцу взять такого жесткого? Может какую-то Энигму вообще взять в лес? Лон Друид Вот это да А это Дум походу лесной Да, это четвертая позиция Самый жадный Дум Который обычно оказывается нежадным Ну а вот тут четвертая позиция Инча у нас будет И интересный такой расклад Потому что Инча будет сложно Ибо Дум постоянно кушает крипа, который бежит Если вдруг там пойдут какие-то мансы друг против друга И это не всегда удобный вариант Лон Друид от Полярити Хм Ну это для Фобоса Лон Друид Ну хорошо, оффлейн Лон Друид Стоять будет ему нормально Потому что против него Скаймак Он особо много физдэмэджа не выдает А закастовать медведя маны просто не хватит Ну что, Даниш Бирс Какой-то керри Куча медведей здесь у Полярити Несмотря на то, что датские медведи сверху Кончая часть медведей снизу Действительно, понабирали Полярити прям Медвежонков Это они их из Virtus.pro Их из Virtus.pro накикали И они решили, что раз Мы тогда будем брать медведей и так далее Друренджер Странный выбор Ну действительно странный Вот это самое правильное, наверное, слово здесь Инвокеру, конечно, медведей будет хорошо стояться И вроде как есть какой-то инициатор В лице бестмастера Но вот все последние А что они с Урсой будут делать? Она же их съест всех Да, вот замедление на Урсу не особо будет работать Зафокусить надо сразу два таргета Есть, конечно, инвокер Но вот мне не нравится то, что из контроля Сейчас есть только бестмастер Все Есть Рор Дальше никаких станов Ничего Вот инвокер с колд снэпом Но это такое себе Урса может добраться либо до БКБ Либо до Аганимы И то, и то ее спасает Ну и потенциально даже, если посмотреть Урса, Лондруид, ОД Это уже три керри И Дум, если будет играть через поедание крипов Он тоже доберется довольно быстро таких тайтемов Не знаю, пик полярити мне здесь нравится намного больше Если, конечно, Даниш Бирс что-то отчудят и спушат за 20 минут Это будет интересно Да, все действительно может быть Ну что же, квалификации продолжаются Первый день квалификации на ESL Frankfurt Каждый день И завтра, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу Будут эти матчи по вечерам идти на этом канале Так что подписывайтесь ESL RUHUB.2RU Здесь будут битвы всех наших СНГ команд Ну а битвы начинаются только-только вот сейчас Поехали! Команды Даниш Бирс играют сложные на бисмастере Райс будет играть четвертой позиции Ноя сыграет пятой позиции в фуллсаппорт Проблема в том, что надо понимать, что как бы у нас есть англоязычные коллеги Да, да, да И как бы этот матч комментирует тот же Тоби-Ван И я не думаю, что ему приятно Я тебе скажу, так китайцы на нас по большей части болт вложили Ну так это же не значит, что нам надо быть такими, как китайцы Да, так что Жене надо свой никнейм написать просто транслитом Евген или Джейн Ян, я не знаю И все, все будет намного проще Поехали! Девауру и Инвокер забирают руны Ну и стандартная стычечка нас ждет в миде Это Девауру против Инвокера при поддержке Айнчи с одной стороны И, я так понимаю Думаю, с другой стороны, наверное Слушай, Лил, ты что он делает здесь? Что-то задумал пойти сожрать крипа, наверное Вот это вот, что ли? Но птица вообще его спалила Это он идет сразу воровать у Райза крипа И кто первый украдет, первый украдет А как можно украсть у дома? Ну украл, то он все равно его сожрет Ну да, действительно, что-то я не подумал Думаю, сейчас переманит и все И ничего не будет в итоге Да, Райза отправляет сразу же в свой лес подальше Лил Лил здесь, Райз точнее найдет, конечно, у Руссовариора Ну а Лил еще и находит, к тому же, одного из лучших крипов Которые могут быть Потому что реген И можно, в принципе, спокойно уже формить лес Ну топорик бы ему еще И у Думы здесь вообще все замечательно будет Он пытается делать стак Стак не получился И Лил сейчас будет бить кентавров Приходится кабан Кабана вот, кстати, надо замесить Но кабан пропадает по тайму Не дает никому экспириенс Насколько кабаны Очень жестко отжирают типов Которые их убивают Там огромное количество опыта просто Да, бывает иногда такие матчи Когда там ты на Я помню, когда была статистика во время Дота Пита Сколько там денег было заработано На суммонах Там просто какие-то баснословные цифры Да, вот Лил уже в миде Создает какую-то видимость экшена И, кстати, неплохую видимость экшена Создает, сейчас умрет просто здесь Ура, не надо ему Паша убил хэстаджерот в ноте временем Ну, а, кстати, смотри Пингвинчика-то он заманил очень далеко И Райз пытается застопить Афоню И Афоня кушает еще Да ладно, как круто сыграл здесь пингвинчик До конца он тянул Собственно, с получением С получением, а с тем, чтобы скушать свой фэрифайр И как хорошо все сделали Здорово забайтил, да Опять же, не стоит забывать о том, что форги Да с каждой тычкой наносят все больше, больше, больше урона Потому что армор падает И, соответственно, получал вот это увеситые плюхи Несмотря на то, что вейвом попал Дум с огромного расстояния То есть нанес тот дэмэдж Все равно не хватило Ну, смотри, Дум уже под кларити Снова выход в миддл Пингвинчик здесь отпивается флаской Она скоро закончится Сбивает ему Дум Но дальше, я думаю, никого продолжения не будет Да, надо оставить, наверное, здесь потусить дальше друг против друга А в фоне пингвинчика У них равнозначное пока начало Ну, хотя, как равнозначное У пингвинчика все очень круто Потому что у него все-таки имеется ассист Он не умирал И у него криптат 10 на 4 Так что тут, конечно, сильно-сильно пингвинчик Пингвинчик здесь неплохо Да, у него полпятого уровня уже И инвокеру нельзя давать Не стоит быть, опять же, ауродролки Которые очень сильно помогают Да, там еще не такое большое количество дэмэджа Семера, но Ты считай, ну, талисман Практически лишний Да, это причем будет расти довольно-таки быстро Дровка здесь должна аппаться Вроде, скаймак у него старается экспириенс не стелить Поэтому шестой будет довольно быстрый Фобосу пока сложно А в сложной, что, в принципе, ожидаемо Ну, свое он зарабатывает Крипол там понемножечку отводит И в лес отводит медведя То есть что-то свое получает Это, я думаю, такой себе будет медведь Типа медведя Мизри Которого очень любили еще до того, как кикнули Мизри И до того, как выиграли мажор Сикреты юзать Ну, вот посмотрим, будет ли у Фобоса получаться Так же хорошо и качественно сыграть На Лондруиде в спину идут Фобос И не знает об этом Александр Кучеря на данный момент Хотя, может быть, и не идут Откушался, у него вроде все неплохо Мне кажется, просто инча монтит Не, она сейчас будет выходить в спину 100% Правда, целью, наверное, основной будет вышка все-таки А не сам Фобос Так, Фобос Больно ему Мы видим, что тут инчи, конечно, сложно заходить Ну, вот поздно уже, да, продают Фобоса И заберет инча антрес Фобос еще зачем-то скучил фейрифайр Ну, хотя, ты знаешь, урсу нафармил Или живой, кстати, дроу рейнджер Приходится потратить флоску И они сейчас пуш будут Просто банальный пуш Понимаешь, ну невероятно жадный пик И еще и пытаются с этого пика устраивать какой-то экшен Вот Лил постоянно бегает Он в миде постоянно стоит, получает экспу Блин, ты же играешь с жадным думом Да пойди-то в лес, да пофарми себе Ну реально, 5-6 минут фарма Твою команду, ну, никак не угробят Ой-ой-ой, ты посмотри, где хастаджероты наубили Это Паша с Женей, это стандарт Они вчера то же самое делали нон-стоп Тут уже фейзы появились на Урсе Это у нее еще шестого, нет, сейчас шестой появится Все еще намного ярче будет Ну вот Лил, да, очень много времени тратится на походушке Он очень много времени тратит на то, чтобы сместиться снизу-вверх, снизу-вверх Да, он пришел, но ты третий уровень Но получи шестой, выйди с думом и сделай стопроцентный фраг В мидле или на топе, неважно А сейчас... Не, ну у него есть меч, теоретически можно ворваться на ту же дровку и постараться ее побить Ну можно, и сейчас, скорее всего, ворвется Вот дровка его спалила, все, теперь они знают абсолютно 100% где находится Лил И... И ничего не сделаешь Ну все, да, теперь в мидле стоит еще энчантрас Слушай, да меня тут доперло, что команда Полярити, она самая простая в мире То есть Афонин, это просто-напросто фамилия человека Паша и Женя, это просто Паша и Женя А Лил у него никнейм, потому что он Илья Ильюк, да И как бы тут хэстоджерот, кстати, погибает от Паши в очередной раз по Тауэров Я не понимаю, что он так долго думал и почему так долго тп держалась Но Паша тут уже три фрага имеет и это прям еда А кто может засейвить? Ну вот по факту, если посмотреть, кто может прилететь и засейвить, когда я Паша в ультимейте? Ну никто, нет Дровка с Гастом Он в ультимейте, ты ему ничего не делаешь То есть это все равно уже фраг стопроцентный Поэтому их с ЛТП там не будет Ну может испугается в конце концов Смотрю на Пашу, который идет с статистикой 3-0 Не особо много страха у него в глазах Да, Паша и Женя Фобосу надо никнейм сменить, то как-то он ДК Фобос подписался бы Алекс что-то Сашка Сашка, да Была бы команда просто Паша, Сашка, Женя Илюха Так раньше кейсеры так и бегали У них у всех была фамилия, точка, имя Так это прикольно, это классно Это уже больше к спорту нас приближает А потом пошли вот эти Ромушки, Сашушки Да, да, выдумывать вот это начали Ну Маркелов и все Женя, кстати, сейчас может переплыть Чего-то далековато он пошел Да, и тут его скорее всего за месяц Поворот не туда выбрал Виждектора, ну и собственно убивает Ну и вот он Лил, который пытается гонять Скаймага С его крипа неплохо уинчи Здорово, на этом экспице, но это очень долго будет Дум тогда третьего, четвертого уровня А он нужен шестого Да ну это какой-то такой суперроминг Дум Прям суперроминг Дум Ромит даже там где-то вообще не надо Ну при том, что импакта-то никакого нет с его роминга Да, и вот его засловили Сейчас дровка с хайграунда настреливает по Лилу Лилу очень больно Медведь здесь Корни по Ное проходят с первого удара Побос везучий до ужаса И летает кассочкой в Эйса Сейчас будут еще одни корни, чувствую, если дадут ударить Ну, касс там Эйс себя, наверное, все-таки засейдит Может он и откидывается здесь Не-не-не, первый Маледикт там не должен С первого Маледикта никак Ну, блин, фраг сделали Фраг сделали, все хорошо, да Этот Дум окупился Четвертый уровень И вот сейчас пойти Немного поригенится на Транквилах И фармить очередной спот Мом появляется, уж сын, но это же Пашка Пашка в деле Под Момчиком Пашка сейчас Ну, спать и Рошана хоть уже убить Сейчас пойдет, чтобы Пингвинчик убить Да, но Пингвинчик в инвиз может уйти А, нет, не может, извините И привет Бом Четыре А теперь вот можно Рошанчик Просто круг сделать и пойти на Рошана Круг почета Круг почета, да Это у Феникса, я так спалом Делает Хэстпичеротен тем временем есть у него Аронтелл, он появился, кстати, шестой уровень Теперь он может останавливать Пашу, который на него будет Набрасываться хоть как-то И уходить, скорее всего Ну, посмотрим, посмотрим Хэстпичеротен пока уходит под Тавром Понимает, что есть у него Ты прям болеешь за Пашу Я не болею за кабанчиков Ха-ха-ха-ха Я маленький, поэтому я против кабанов Любишь свинину, да? Ну, вообще, да Свинина это не плохо А эта кабанина, она относится к свинине? Конечно, конечно Я просто думал, что кабанина Котлеты из кабанины Это прямо одно из лучших, что я в своей жизни ел Прям котлеты из дикого кабана Повезло сейчас Паше Да Он тоже покушал Котлетку, котлетку Здесь, тем временем, ганг, ребят Ноэй Райс выходит в спину С Фобосу Опять-таки, Фобос на этот раз мы видим Держится так вдалеке И понимает он проблему Вот надо ему сейчас Медведя призывать сюда быстренько И постараться поорать на людей И это у него получается Да, сетки не было Паша пошел Гаст отлично И вот она сетка Весь ультимейт практически Паша простоял Но ему хватит четырех фичек, чтобы убрать Эйса И надо отсюда спасаться Потому что без дроу-рейнджера Они здесь вряд ли что-то сделают Да, неплохо Ну, опять-таки, мы увидели, как можно контрить Пашу, но Ненадолго Но такая вся контра, да При этом дроу-рейнджер все равно рассыпалась И мне что-то кажется, это будет та дроу-рейнджер с шадоу-блейдом Потому что здесь, наверное, это единственный выход, как можно выбраться О, да Твоя любимая? О, да, я обожаю Я каждый раз просто у меня мурашки по коже Когда дроу-рейнджер покупают шадоу-блейды И я прям А если еще и они должны их покупать У меня вообще просто Я вспоминаю, почему я люблю доту-2 Ты любишь шадоу-блейды? Да Я кайфую от этого артефакта Хэнд оф Мидас появляется у Фобоса Сосложенный на девятой минуте Это хорошо Пашка почему-то не пошел еще убивать Рошана Пока он убивает дракона Ну, ладно К Рошану еще доберется Я думаю, считаю, что на данный момент это не сейфовый вариант Учитывая, что там есть бестмастер И можно просто-напросто налить с Кайросмагом А, нет, с Кайросмаг на четвертом левеле ничего налить тебе не может Поэтому, наверное, переживать не стоит Стоит отметить Женю опять Шестой с половиной уровень Есть уже Дезвард Поэтому сейчас какая-то встреча, например Ну, Ноя уже труп здесь И не только Ноя Надо же не дать касочки подвоим Да, каски подвоим Потому что заткнут, не дадут скастовать Вот они, каски Очень крутой расчет Промахивается гастом Ну, и ставить Дезвард не стал Понимаю, что уже не достанет Да, ну, ничего страшного Опять-таки могли поймать Не поймали Я показал только что график зрителям 4200 ведут уже полярити Деная, Таура, Фоня Не дает возможности лишних денег заработать Ну, и вы знаете Пока все очень хорошо Даже Лил шестой левел взял Лил остался на ботами Нам надо погнобить сегодня Лила Погнобить Лилу? Да, ну, потому что он плохо от Доту играет Вчера Смайл знобил Фаника Да? А потом Пашу Да? А потом и Фэна Они выиграли Нет, ну, они вчера не все выиграли Не, ну, Пашу знобил Фэн проиграл Паша выиграл, да И Фэн и Фаник проиграли, да? А у Смайла вчера был вечер гнобления, что ли? Ну, да Смайлу можно Он играл в агрессивного Романа Он говорил Злого времени суток вам, дорогие друзья Так, Пашка у нас Фармите временем лес Ну, Смайлу можно, как говорят Смайлу Ласту можно Они были в финалах Интернешнл А остальные нет Так что можно гнобить всех, кто не был в этом финале А еще пару лет Я же уже говорил То, что проще будет назвать, кто не выигрывал в Интернешнл Чем те, кто выигрывали Ну, да, на данный момент их уже 25 Этих победителей Что? Много Много Реально много Ну, надо, Думу, начинать как-то поактивнее уже быть Да, не обязательно Нормально все У них все идеально У них Урса топ-1 по фарму по-любому Причем очень сильно Ой-ой-ой, в миде, кстати, сейчас будет проблема у Инвокера Инвокер остается с новыми форгенами Слушай, и Афоне тут больно будет Афоне нереально больно Афоня сейчас умирает просто Потому что огромный минус армор Да Ну, вот сейчас нужен будет Ой, нашли бестмастера Начинают его разваливать Идет сюда Паша Паша с дайгером Дайгера будет через 3 секунды Пытается отдаться он нейтрал крипам Но вряд ли у него это получится Лучше нейтралов можно пофармить, раз такая движуха А у тебя есть шанс, 100% Ну да, у Паши еще и такого, да Дабл дэмэдж Легчайшая Беспощадный Рошан клэпом убил птицу Это нормально вообще? Как топотом по земле можно убить птицу? Что за бред? Ты вообще не ловишь? Птица стояла на пригорке Над пригорком То есть вообще высоко Это нонсенс, действительно Ты же не можешь? А может у него топот вызывает Шип гравитационных волн И они сбивают птицу Я не знаю Я просто пытаюсь быстро за полторы секунды придумать теорию Как можно от топота в землю убить птицу Которая висит в воздухе Неужели именно волны такие серьезные пойдут? Звуковые что ли? Вообще Viper страдает Драгонайт в форме тоже Да, так что все реалистично Мы оправдали Клай Прошанов Мы можем оправдать любой фейл в Доте 2 Нет Почти Когда три года было У Морфлинга подпись какая-то там Мэджик Ля-ля-ля-ля-ля-ля Да-да-да У СФ был на ульте описание Три года неправильно и так далее Паша приобретает Point Booster Аганим здесь, конечно, просто шедевральное решение Потому что кроме ульта Бестмастера останавливать нечем И мы прекрасно понимаем, что с Аганимом Пашу, ну, действительно будет не остановить Тем более, что Нетворс у него 7000 При том, что у Дроки 4600, у Инвокера 4 И Лил даже обходит уже Инвокера по Нетворсу Вынес себе Блинкдаггер Илья И Интернл Блейд в 2 Поэтому, в принципе, инициатор из него очень-очень толковый И еще и Ауру он дает хорошую Сейчас будут слушать-то один Подходит Паша, подходит ОД У них Аегис Они с удовольствием сейчас подерутся 5 на 5 Дезвар также не в КД Дум имеется Ну, поэтому все будут из Данишберт Избегать этой драки Нафига нам не надо Да, прожимают фертификейшно, потому что она откатится А хоть какой-то сплитпуш будет Вот я вижу, Медведь на топе готов Деф и Тавер На бот, невозможно, вышка упадет Что здесь бестмастер с инвокером Там погоня, Айса начинает грызть Сейчас корни пройдут Давай, 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 давай Оп Нет, не закорнировал Ну, еще могу гнать Не везет Ладно, Побос решил, что 3 раза достаточно для проверки Сейчас пингвинчик должен погибать Если он прям сейчас не начинает делать тп-аут У него начинаются проблемы Выход в спину пингвинчику Пингвинчик Нет, Лил что-то в другую сторону пошел Они решили забрать Ну, зачем? Так они еще ее не убьют На самом-то деле Просто зачем это было? Худший таргет для думы и для атаки Был выбран на данный момент Урсата, понятное дело, ломает Запрыгнет, дай Инфернал Блейд Ой, запрыгнул Паш и просто сожирает бестмастера В одного Одного? В одного? В одиночку В одиночку, давай именно так говорить В одиночку, да Так будет правильнее Правильнее Потому что вот эти вот там Непонятные фразочки Сейчас начнутся в чате Правильно говорить, господа В одиночку Он в одиночку Разбивает лица Да, так это будет А в одного это неправильно В одного неправильно Правильно, в одиночку, да Как в камеру одиночку отправляют человека Так же тут в одиночку Да, у Паши мы видим 1600 до появления Аганима С Аганимом все будет блестяще И у него Фобос И времени вломает тавер на топе Ну что, дом Очередная баунти руна Скорее всего, ОД ее оставит, да Чтобы наполнить боттл Пингвинчик отступает Он потраченный дум, конечно, это неприятно Падает вышка на топе Фобос 3000 на руках Есть уже Мидос Я так подозреваю, что К 20-й минуте Скорее всего, будет готов Радианс Может быть, даже чуть раньше Если файт какой-то будет Паша Ну не видит цели Препятствий тоже не видит Но цели в первую очередь не видит Кабаны Давай, давай Кабана, еще этого Паша сейчас прыгает Булышник Не добили Решил кентавра Как же, они хейтят просто Поросят этих Просто хейтят поросят Кабаны – дикий поросенок, правильно? Ну да Только если поросенок безобидный сам себе То кабан тебе может еще не давать Поросенок тоже не безобидный Он может там так пригрызть, что Укусить, но А там тебя могут посадить на На клык Ну что, Т2 Тауэр на топе Забрали Полярити Мы видим здесь Паша Ищет очередных жертв Снизу пытается Сплитить Эйс У Эйса мы видим Пока толком ничего нет Только сейчас появится Яша У Эйса, кстати, огромные проблемы Сейчас будут Здесь как первый будет Никто за ним не пошел Ну Лилу надо было первому лететь Прыгать, давать Инфернал Блейд И убивать Ну Лилу решил, что лучше останется На самом деле Т2 на топе забрали И Т2 досталась опять Фобосу Если не ошибаюсь Да У Фобоса там уже не вмеренно На первое место вышел, да? 4-300 Ну Мидас И сейчас уже будет Рейдинс Чем опять собираются бодаться? Вы взяли Дроу Рейнджера? Вы взяли на Доту 5 На быстрый пуш На Самонов На Форгидов На всех возможных В лесу Наорали И сбрили Женю Ну Женя Нетрудный таргет для убийства Скажем так Ноя Через два Ультимая фоня Если догонит Ноя Нет, не догоняет он Ноя Очень легко это сделать В случае полетел бы там Еще какой-то потом конкасс И не цепанули бы Я к тому, что Даниш Бирс Уже эту игру потихонечку проигрывает Сейчас, конечно, и так Сумасшедшие преимущества у Polarity 8000 по золоту 75000 по XP Но суммарно просто взгляд на игру Строу Рейнджера Потом Урсу и ОД не выиграть Да, и даже в ближайшем приближении Непонятно, как они собираются Выигрывать сейчас Ну то есть Опять-таки Было бы то, что в самом начале Ты говорил о том Что если они пойдут сходу Будут бить товара И как-то там быстро получать Левела И быстро получать дэмэдж То может быть К ним просто типа Не подойдут Они Урсу смогут как в тире Раскайтить там Ну Сейчас этого нет Нет Вообще даже близко этого нет Они скорее от защиты играют больше Потому что Обратите внимание Пингвинчик, который стоит в кустах И ждет, как кто-то на карте появится Дрол Рейнджер сместилась Фармить леса Да, у него хороший набор У него ПТ Яша, Доминатор Один стилерен есть То есть Что-то для дроуки имеется Но против нее-то уже перефарм Дикий идет Фобос с Радиенсом Урса Если не ошибаюсь Уже сейчас прям будет с агонимом Да, вот после этой пачки крипов Ну еще и Деваурер есть Да, и еще ОД То есть 3 керри Очень мощных Против одной Дроу Рейнджер Ну хорошо Мы берем в расчет еще инвокера Но инвокер пока бедолага У него миды с барабаной И больше ничего нет Вот он агоним Ну поехали Сейчас я думаю Будет какая-то более веселая активность От Полярити Есть действительно Радиенс агоним Это два вот таких вот геймченджера Ну хотя Как можно сказать Геймченджера Это просто два артефакта Которые не позволяют тебя контролировать Там контроля не так много Ускоряет фарм Мишка сейчас Паши экономит фарм Решил так Зарезать Ну это два очередная А не пойти ли им на Т3 Вот сейчас простой вопрос Они заберут Т2 еще на ботами Чтобы уже укрепиться По деньгам Какой-то Владмер Фобосу добрать В идеале Он и Урсе поможет Очень сильным лайфстилом Можно еще и следующего Рошана подождать Это вообще идеально Я думаю что так и произойдет Рудуфатас И Урса бьет Урсу И брат пошел на брата Что вообще в этой игре происходит Брат на брата За основу взято Эх Ну это ты сейчас уже что-то Из пацанских пабликов зарубил Ну команда у нас без Базара не играет К сожалению Она у нас играла в первом матче дня Сегодня и 2-0 выиграла Хорошее кстати название Без Базара Прям вот такое топовое Ну вообще да Жаль что нет русскоязычной Такой команды какой-то Без Базара Братва Нурико была же Братва Нурико была топовая Это близко очень я думаю Да Да Фобос пошел Пошел искать людей И если Кастачи Ротен пройдут корни Он умрет просто Ну пока мы видим Кабан спроходит Опять Кабана Ну медведь овнет Кабана В любом случае Так что без вариантов Тупо больше Сейчас станешь Бирд Спасет Курик Леонардо Ди Каприо А кто здесь похож Себольши на Леонардо Ну не инвокер точно Не инвокер точно Бестмастер похож Бестмастер хорошо Реально С такой бородой С таким капюшоном Как Ди Каприо Выжившим Вообще один в один Ему будет тяжело Возможно это не тот И у него нет Оскара Возможно здесь медведь победит Ну что Т3 Пойдут ли полярить И да мы видим Хватает Правда первое левело Воду Ресторейшн Это конечно не самая Круть Крутяцкая Ну да ладно Зато третий уровень Маледикта Да кстати Паша Кабан Просто захейтит Здесь здесь Сажают кабанов Чтобы не было лишнего контроля Падает вышка Фортификейшн будет Буквально через несколько секунд Но он уже не поможет Добр Добить Добили И на развороте Паша Клэпнул Хэстэджи Роттенап Наорали Пашу Паша тут же сбрасывает себя И Хэстэджи Роттен тут погибает Некра первого левла Пофиг Касочки летают Синвинчик в думе Шварк Минус 4 И остается только Райс Сильно Стильно Молодежно Да поднимем клярить И мы затворяем Да тут без вариантов Делаются байбеки Понятное дело Но сторону это никак не спасет И первого Вуду Ресторейшна хватает Чтобы отхилить В команду Дуфла Все фуловые Нет уже Ни Метеоров Ничего Запрыгивает Урса Прожимает ультимейт Райс пытается спастись Но настрельный Паш Но он этого просто не чувствует Эйса прогоняют банально Рейденсом Новый Медведь будет тут же Вот он новый Мишка Ну корни вообще не пруту Фобоса На самом деле Вот он Владмир Да и без этого мы видим Гоняет он людей Правда Медведя же второй раз Может потерять Если его не засейвят Эйса убили Райса убили Гега Гуд гейм Отличная игра от Полярити Действительно без шансов 16-5 23 минуты Исполнено на На качественном На хорошем действительно уровне Ну я Как говорил в начале Даниш Бирс Ошиблись с этой Дроу Рейнджер Непонятно было Любой керри герой Геррокоптер там И так далее Позволял бы сейчас Вносить какой-то АОЕ дэмэдж Стрелять по многим героям И прочее Дроука Смотрелась очень 4 смерти Никаких участий В файтах И так далее Ну и айтемов Она выформить не смогла Ну ошибочка Ошибочка в пике Которую моментально Наказывают Полярити Это опытные ребята В доту играли Долгое время И прекрасно понимают Да то что Появилась дроука Если она вдруг В первые 10 минут Не пошла с командой пушить Потом ее просто наказываешь Да Действительно хорошо И качественно Было сыграно Полярити 1-0 Серия продолжается И после 10-ти минутной паузы Мы с вами вернемся И продолжим Наблюдать эту серию И продолжим Смотреть за игрой Полярити Против Danish Bears Не уходите Уходите Смотреть за игрой Смотреть за игрой Смотреть за игрой